Девушки отдыхают Это окей. Я подумал, не-не-не, я хочу еще цветов, но это же обычно. Я люблю, когда что-то необычно. И я экспериментировал и пришел к чему. Я научился делать такой терракотовый цвет. И мы сегодня сделаем вот, видишь, фиолетовый и сделаем такой еще бордовый. Это не просто шпинат. Это новые способы, новый подход. И прежде чем мы начнем готовить и разбираться в тонкостях окрашивания теста, я предлагаю по чашечке кофе. Угощайся, Паша. Спасибо большое. Нескафе Классик. Бодрость на весь день. Ну что, можно начинать. Я подготовил ингредиенты уже. Для того, чтобы получить фиолетовый цвет, я взял ежевику и чернику. И мы сначала перебьем его на блендере, а потом будем выпаривать. Сейчас пока мы берем размороженные ягоды, а когда будет сезон, можно свежие, да? Конечно. На самом деле можно использовать как замороженные, потому что там сохраняется 98% витамин, поэтому можно делать круглый год. Оп, смотри. На блендере. И полетели. Готово. Ставим сотейничек. Берем ложечку. Что мы делаем? Сейчас нам нужно выпарить нашу массу для того, чтобы была концентрация цвета. Бывало, что мы добавляли какие-то соки, и получался такой нежный цвет. А в тех равиоли, которые ты сегодня принес, там цвет такой насыщенный, очень необычный. Ну да, в этом секрет, что на самом деле чуть-чуть, когда мы пропарим, подадим термообработке, водичка лишняя уйдет, останется только вот этот вот насыщенный цвет. И мы с помощью этого цвета будем красить наше тесто. И мы можем начать делать терракотовое тесто, как я его называю. Для этого у нас есть паприка. Так. И, собственно говоря, нам нужно эту паприку развести с водичкой, для того, чтобы она была такая красненький цвет. Берем паприку. Смотри, как красиво. Возьмем подсолнечного масла. Буквально тоже можно две столовые ложечки. И теперь это... Добавим лимончика и удержим цвет с помощью лимона. Поливаем. Буквально чуть-чуть. Посмотри, видишь, оно такого приобретает как раз тот терракотовый цвет, который нам нужен. Теперь можем делать второе бордовое тесто. С помощью свеклы такого насыщенного цвета добиться невозможно. Что для этого я сделал? Для этого я заранее выпарил вино. Я взял 240 грамм обычное сухое красное вино. 240 миллилитров мы его выпариваем. И оно должно в три раза измениться в массе. То есть должно получиться 80 грамм вина выпаренного. Это очень концентрировано. Необычно. Я бы даже сказала, эксклюзивно. Помнишь наш секретик? Лимонный сок. Да, для стабилизации цвета. Основа теста у нас одинаковая для всех трех цветов. Ты знаешь, жир, он впитывает аромат и он впитывает цвет. Это очень важно. Поэтому сейчас мы добавим сюда чуть-чуть, две столовые ложечки масла. Итак, ну вот смотри, что у нас получилось. Получился красивый фиолетовый цвет. Да. И насыщенный какой. Тем временем мы поставим водичку для того, чтобы она закипала. Мы сейчас быстренько лапшу сварим и поймем, не теряет ли лапша цвет. Да, это немаловажно. Это эксперимент на самом деле. Эксперимент, в ходе которого мы проверим, сохраняет ли это цветное тесто свой цвет после того, как его сварят. А то бывает так, оно яркое, а потом в какой-то непонятный оттенок все превращается. Как раз и вода закипела. Самое главное, ты помнишь, что сейчас же мы балуемся с цветом, нам важно добавить туда лимонного сока, потому что лимонный сок будет держать цвет. Поэтому возьмем, добавим чуть-чуть лимонного. И в тесто, и в воду. Я у тебя украл такую штучку, чтобы доставать лапшу специально. Какой цвет! Она стала даже красивее, чем была в виде теста. Прекрасный цвет. Вот с паприкой. Берем. Смотри, какой цвет. Бордовый цвет. Бордовый. Какие же они красивые. Есть. Достали. Смотри, прекрасный фиолетовый цвет. Оп, есть. Все, достали всю пасту. У нас все готово. Для цветного теста вам понадобится мука, желток, соль, подсолнечное масло, лимонный сок. Чтобы получить фиолетовое тесто, добавьте к этим ингредиентам выпаренный сок яжевики и черники. Для бордового цвета возьмите дополнительно выпаренное красное вино. А для оранжевого оттенка добавьте паприку. Вино и сок ягод выпарить. Замесите крутое тесто с жидкостью нужного цвета. Оставьте его на 10-15 минут в холодильнике. Раскатайте тесто и нарежьте лапшу. И варите ее в течение двух минут в кипятке с растительным маслом, лимонным соком и солью. Яркие, насыщенные. Попробуй. Значит, мы оценили что? Что цвет сохраняется, что сделать это легко. А теперь важно, нет ли вот этого привкуса, который сразу, знаешь, о, с паприкой тут тесто. Да, понятно. Не, не, попробуй. Терракоттовое. Нету. Нет, не чувствуется совсем. Вот так вот попробуем еще. Давай. Так, фиолетовое. У фиолетовой может быть, по-моему, привкус ягод. То есть она может быть кисленькая. Сейчас проверим. Здорово, очень вкусно. Такая вот, теперь попробуем из вина, который мы делали, да? Бордовое. Бордовое. Так бывает. Просто хороший вкус. Спасибо тебе за эти великолепные секреты. Идеально. Привет, друзья. Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!